Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сегодня зашел на страницу Никола Пашиняна, вот его профиль в Facebook, и зачитаю вам его последнее заявление. Несколько минут назад состоялась моя встреча с главой фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. В ходе заседания мы записали, что лучший выход из внутриполитической ситуации «Неочередные парламентские выборы». В общем, Никол Пашинян назначил на 20 июня «Неочередные парламентские выборы в Республике Армения». Вот Пашинян, вот, он вечно куда-то бежит в кроссовках своих. Ну, я решил почитать комментарии, сейчас я немножко зачитаю. Я люблю читать про Пашиняна, что про него пишут. В общем, тут армянин Александр Александян пишет. Это, говорит, новый хитрый план Пашиняна. Он этим тянет время. На самом деле, в общем, он тут хитрит. И потом, когда подойдет это 20 число, он откажется от этих выборов. В общем, опять, как сказать, всех обдурит. Ну, это пишут сами армяне. И он теперь, типа, дружит с Царукяном, Манукяном. И хочется избавиться от политической силы Сержа Роберта Кочаряна. В общем, хитрит. Я тут решил еще дальше почитать комментарии. Вот Азербайджан пишет. «Армяне сами все разрушили. Экономика отстава на 50 лет. У Армении нет мудрого руководителя, Чтоб начать все с нуля. А с толпы не выходят лидеры. А если выходят, то такие, как Пашинян». Ну, и вот еще один армянин написал. Никол Ваваевич. Азербайджанцы беспокойные. Пишут в сводках. «Натик, держись. Никол, держись. Надеюсь, продержитесь. Не огорчайте соседей. И не только соседей. Надеюсь, к этому времени пятая колонна будет на подходе. Как в той песне. Ты, брат, держись. Не умирай пока. Будем мы жить еще долго и счастливо». Это уже пишут про Никола. Никол, держись. Типа, надо еще продержаться месяца три. Вот такие новости, ребята. Ну, поехали дальше. Ай. Помните, я вам рассказывал, что на Горном Карабахе стоит памятник пособнику фашистов Горегину Нжде. Ну, вот там известный Игорь Караченко назвал появление бюста гитлеровскому коллаборанту в зоне ответственности российских миротворцев. Он назвал это плевком в лицо Азербайджану и России и всем странам антигитлеровской коалиции. Вот этот памятник. Он был установлен в Карабахском городе Хаджавент на территории Азербайджана. И вот тут еще пишут, что этот памятник был установлен по инициативе Артура Хачатряна, который также профинансировал проект. И работа начиналась в 2020 году, и типа его вот открыли, но сейчас его и закроют. По приказу Никола Пашиняна, национального героя Азербайджана, памятник приказали снести. В общем, вот последнее сообщение Никол Пашиняна дал приказ. Премьер-министр Армении Никол Пашиняна через своего бывшего пресс-секретаря Владимира Карапетяна договорился с азербайджанской стороной, что памятник Горегину Нжде, установленный в Карабахском регионе, будет снесен. Об этом пишут армянские телеграм-каналы. Сообщается, что узнав об этом решении, люди из ближайшего окружения Пашиняна сказали ему, что это может повлечь к очень серьезным последствиям. В свою очередь Пашинян заявил, что отношение с Салиевым сейчас важнее, чем мнение общества. Так что Пашинян хочет вести дружбу с Азербайджаном и решил снести этот памятник, чтобы не ссориться. Ну, вот этот памятник, вот это заявление, что он приказал снести этот памятник. Ну, вот армяне, которые относятся очень недружелюбно, сепаратисты, как сказать, националисты, они очень недовольны этим действием Пашиняна. И теперь, в общем, угрожает тому, что очень последуют очень серьезные последствия после этого памятника. Ну, Пашинян пока действует все правильно, как сказать, хочет вести дружбу с Ильхамом Малиевым. Ну, и вот теперь еще новость такая, что в армянских СМИ стали писать такие, как сказать, статьи, что скоро, я вам покажу сейчас на карте, что еще несколько городов, как сказать, перейдут под контроль Азербайджана. Вот пишет, сейчас я вам скажу, Абрамян, кажется, его фамилия, да, Тигран Абрамян, он пишет, что сейчас мы видим это в Сюнике, ну, я вам показывал там в Зангизуре, а теперь скоро увидим в Уайдзоре. Участие в Уайдзоре проходит по горной местности. В случае благоприятных походных условий Азербайджан начнет вести работу в этом направлении. В создавшихся условиях Азербайджан попытается обеспечить для себя наилучшие позиции, что предоставит ему возможность диверсии, стрельбы, сохранения активности, эскалации ситуации, сказал Тигран Абрамян. Сейчас я вам покажу на карте, в чем дело. В общем, вот этот Уайдзор, вот этот участок, и он сейчас многие армяне в панике. Что я вам раньше говорил, вот, про Кафан, который перешел под контроль Азербайджана, вот. Ну, медленно, уверенно, но вот в течение месяца он перешел. А теперь вот ситуация, может, здесь, как сказать, армяне боятся, что скоро азербайджанские войска, войска, ну, не войска, вернее, там будут военные с помощью, делать демаркацию границ с помощью GPS, и вот этот участок приграничный тоже перейдет к Азербайджану. И теперь вот они пишут, по словам экспертов, таких обстоятельств армянская сторона должна создавать новые инфраструктуры в условиях существующих границ, пополняя передовую техническими средствами. В общем, надо там, типа он пишет, что инфраструктуру, мол, укреплять там военных туда, потому что чем дальше, тем, в общем, территории Армении на глазах становится все меньше, все меньше. Эти два района, Вайдзор и Гагаркуник какой-то, я не знаю. Ну, в общем, вот этот Вайдзор, я думаю, да, со стороны, вот он, как сказать, на границе находится, вот это я верю, что здесь, да, процесс пойдет. Там уже Азербайджан пытался уже вот здесь, в этом районе уже сюда пробинуться на 5 километров, вот здесь была вот тоже там демаркация гранит, а теперь уже из другого конца, получается, вот здесь пойдет. Ну, в общем, вот такие новости. Сейчас еще я тут хотел последнюю новость сказать. А, это мой ролик был про Кафан, вот тогда я вам рассказывал. Ну, и последняя новость, что уволенный глава штаба Армении останется на посту до окончательного решения суда. Много тут было шума по отстранению начальника генштаба Армении. И вот теперь административный суд Армении принял решение оставить на посту уволенного премьер-министром начальника генштаба страны Онника Гаспаряна до вынесения окончательного решения. Много тут были разборок с этим Онником Гаспаряном. И теперь все-таки административный суд решил, ну, как сказать, в пользу этого Онника Гаспаряна принял решение. И он останется на посту и будет выполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Ну, я говорю, это Санта-Барбара Армянская продолжается уже целый сериал. То увольняет, то опять восстанавливает. В общем, будем следить за ситуацией, не знаю. Пашинян все-таки как не принудил его. Все-таки суд, не знаю, продал каким образом. В общем, суды армянские пошли против Пашиняна. Интересно. Может, Пашинян всех судей скоро уволит. Ну, в общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.